МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Альбургане чистят дороги, откачивают подвалы и поднимают поваленные потопом заборы. Аул приводят в порядок после ливня, затопившего 8 мая, 3 улицы и 44 дома. Преподавательница карачаевского языка и литературы Станин Зеленчукской признана победителем конкурса на звание лучшего учителя родного языка. Какие это симптомы? В первую очередь, если выбрать классику, загрудинные боли. Сердце под ударом. Медики отмечают на этой неделе Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. А журналисты Архиз-24 расскажут, как не пропустить первые сигналы о неполадках в моторе нашего организма. В Альбургане продолжаются работы по ликвидации последствий ливневых дождей, затопивших в ауле без малого полсотни домовладений. По поручению главы республики Рашида Темрезова в зону ЧАЭС отправились представители всех межрайонных структур для оказания помощи при ликвидации ЧАЭС. Отправилась в Альбурганы наша съемочная группа, чтобы узнать, как местные жители встретили удар стихии. Вечер 8 мая Аминат Миримкулова вспоминает содрогание. Ливень, прошедший в тот день над Аулом, нанес их семье серьезный урон. Причем не только материальный. Дом Аминат первым принял на себя удар стихии. Мутный поток воды, хлынувший прямо в окно, едва не погубил ее детей, которые в тот момент были дома одни. Женщина до сих пор не может прийти в себя и говорить, что первый раз видит такие последствия от дождя, пусть даже очень сильного. «Сказали в садике забрать пораньше детей. Ну я пошла, пошла, а там дождик начался, мы чуть под навесом задержали. Ну минут 10, наверное, вот это все происходило. Потом я с соседкой пошла. Соседки позвонили, что вода пошла. А у меня-то тут дети одни. Старшая дверь открыла и выбежали. Вода ушла, ну вот это ил весь там и остался. Ну хорошо, что вот она дверь открыла, а они наверх не побежали». Не лучше ситуации на соседней улице. Сусана Напшева вспоминает, что к ним вода пришла внезапно и тоже бурным потоком, перед которым не устояла даже пятиметровая кирпичная стена. Последствия удара стихии видны и сейчас. Из двора до сих пор выгребают ил, который заполнил не только дворовую территорию, но и затопил подвал. «Вот эта вот волна рухнула на террасу, и эта вся вода, ил, все ушла, это самое, как бы в подвал. Ну разрушение вы видите, какое тут, это самое, высота подвала у нас три метра. Подвал достаточно большой, и для нас вообще-то подвал, это стал для нас спасением, потому что там много воды ушло, иначе бы нас бы вообще, может быть, бы похуже затопило». Вырванные с корнем деревья, поваленные ограждения, затопленные дома и огороды, снесенные хозпостройки. Во власти разбушевавшейся стихии оказались 44 домовладения. Основной удар пришелся по трем улицам – Советской, Абхазской и Айсаново. К счастью, социально значимые объекты в ауле не пострадали, электрогаза и водоснабжение не нарушено. Жертв и пострадавших среди населения нет. «Вот до сюда вода доходила, вот курятник, осталось четыре кури, остальное все унесло». «А сколько было кури?» «15». По распоряжению главы республики в зону ЧЭС оперативно выехали представители всех межрайонных структур для оказания помощи по ликвидации чрезвычайной ситуации. «Дорожная служба выделила несколько единиц техники, грейдер, погрузчики, самосвалы. Сам муниципалитет изыскал резервы, тоже привлекли и погрузчики, и самосвалы, и осенизаторы откачивали воду и грязевые массы из подвалов. На данный момент большинство улиц расчищено, и дорожная служба будет также продолжать расчищать это, потому что люди по дворе расчищают, и на дорогу девать некуда, эти грязевые массы. Постоянно там техника работать будет». Работы по ликвидации последствий природного ЧП продолжаются. Чистятся дворы, откачиваются подвалы, вывозится мусор. А сами местные жители, глядя на пострадавшие хозпостройки, пытаются привести нервы в порядок. Но, похоже, еще долго будут вздрагивать, если услышат в прогнозе погоды, что завтра над Эльбурганом ожидается дождь. Далее Назаров, Мурат Кочев, Архиз-24. В Черкесске проверяют информацию о минировании объектов массового скопления людей. В 15.20 в дежурную часть ОМВД поступила информация, что в учреждениях образования и торговых центрах республиканской столицы имеются взрывоопасные предметы. Органы внутренних дел переведены на усиленный вариант несения службы. Совместно с другими ведомствами проводится комплекс мероприятий, направленный на обеспечение безопасности граждан и проверку сообщения. На данный момент информация о какой-либо угрозе не подтверждается. А какое место в вашей жизни занимает компьютер? Ежегодно Росстат проводит опрос населения страны в возрасте от 15 и старше по вопросам использования ими информационно-коммуникационных технологий. В списке основных вопросов частота пользования персональным компьютером и выхода в сеть интернет, в том числе для заказа товаров и получения госуслуг в электронном виде. Об итогах исследования Росстата расскажет наш корреспондент Ринат Ибрагимов. Использование персональных компьютеров и интернета уже давно стало неотъемлемым атрибутом образа жизни подавляющего числа россиян. По данным статистики, лишь за последний год к ним активно прибегало треть населения страны в возрасте от 15 до 72 лет. С другой стороны, еще не все россияне открыли для себя окно в мир информационно-коммуникационных технологий. Правительством Российской Федерации утверждены государственные программы информационного общества и стратегии развития отрасли информационных технологий до 2025 года. Одним из основных направлений реализации мероприятий является повышение грамотности населения в области информационных технологий до 2025 года. Одно из основных направлений развития информационно-коммуникационных технологий как в Карачаево-Черкесии, так и в России – повышение компьютерной грамотности населения. Такое обучение ориентировано на широкий круг пользователей – от школьников до людей преклонного возраста. Благо в наше время уже никого не удивляют пенсионеры, которые общаются с внуками по скайпу, бойко переписываются в мессенджерах или ищут на просторах интернета новые кулинарные рецепты. Наибольший удельный вес занимают те, которые… Это развлекательный контент, соцсети, да, Одноклассники, Фейсбук и так далее. Это вот прям он вне конкуренции. Следующий по популярности цели – это познавательные, поиск информации в каких-то товарах, услугах. Набирает популярность звонки телефонные и видеосвязь. Согласно итогам обследования, порядка 80% опрошенных домовладений имеют персональный компьютер. При этом у большинства из них есть доступ к сети интернет. Впрочем, для выхода в глобальную сеть большая часть респондентов используют мобильные устройства, смартфоны и планшеты. И лишь треть отдают предпочтение для работы в интернете настольным компьютерам либо ноутбукам. Полученные данные показывают, что общий уровень информационно-коммуникационных технологий в Карачаево-Черкесии на достойном уровне. Как показал опрос, из использовавших интернет в 2018 году, а вот мы сказали, что 77% населения пользовались сетью. Из них 67% в течение последних трех месяцев пользовались ею каждый или почти каждый день. Те, которые пользовались реже, 5% ответили, что они раз в неделю пользовались сетью. Совершенно маленький процент, даже до одного он не дотянул, кто ответил, что пользуются не менее одного раза в месяц. Представленные результаты демонстрируют изменения, происшедшие в обществе с распространением современных технологий, в частности интернета и отношения к нему в обществе. Подавляющее большинство респондентов положительно оценивает влияние глобальной информационной сети на их повседневную жизнь. Лучшие среди лучших В Карачаево-Черкесии подвели итоги республиканского конкурса «Лучший учитель родного языка», победителем которого стала преподавательница карачаевского языка и литературы и станица Зеленчукская Софья Тагалекова. Педагогические опыты, высокий уровень профессиональной подготовки, а вот качества, которые помогли одержать ей победу в конкурсе. Однажды, семачная группа побывала на одном из уроков лучшего учителя республики. Салам! Салам! Индивидуальный подход и нестандартные решения таких принципов придерживается в своей работе учитель карачаевского языка и литературы Софья Тагалекова. Вот уже 13 лет она преподает в одной из школ станицы Зеленчукской. К каждому занятию готовится основательно, подбирая интересные темы и применяя современные технологии. На предложение поучаствовать в конкурсе учителей родного языка она согласилась, не раздумывая. Без труда прошла муниципальный этап и уже на республиканском показала весь свой профессионализм. Главной же наградой для себя лично она считает опыт, который получила во время конкурса. Мастер-классы, открытые уроки – это очень интересно. Всё равно узнаешь что-то новое, у каждого своя методика преподавания. Поэтому это очень красочно, очень интересно. Что-то новое обязательно для себя можно почерпнуть. Все полученные знания Софья Тагалекова старается применять на своих уроках. Викторины, театральные постановки, творческие задания – всё это даёт свой результат. А главное – детям весело и интересно учить родной карачаевский язык. Она добрая и хорошо учит. Я очень люблю уроки родного языка, потому что мы узнаём свои традиции, обычаи, учим свой язык. Это самое важное. Учитель нам помогает всё понять. Нячики правила рассказывают, учит нас. Но не только воспитанники любят и уважают своего учителя. Коллеги также отмечают её профессионализм и не менее важные для педагога человеческие качества. Очень добродушная, жизнерадостная. Всегда придёт на помощь своим коллегам, поделится своим опытом. Всегда старается быть впереди. Дети её за это любят, родители тоже. Такие люди, как Софья Мусаевна, для коллектива – это ценный подарок. Не случайно вспоминаешь слова Чехова. В человеке должно быть всё прекрасное – лицо, и одежда, и поступки, и мысли. Вот именно таким человеком цельным, целеустремлённым является Софья Мусаевна. Бесспорно, что принципы двуязычия и диалога культур играют в педагогическом процессе важную роль. Особенно в такой многонациональной республике, как Карачаева-Черкесия. А конкурсы, подобные этому, помогают раскрыть творческий потенциал учителей и повышают престиж их профессии. Мадина Лайпанова, Мурат Кемрюгов, Архез 24. В Малом зале Дома правительства состоялось заседание комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав с участием представителя органов исполнительной власти, внутренних органов и Республиканского детского дома. Участники заседания обсудили вопросы реализации мер по предупреждению подростковой преступности на территории республики. Работа по профилактике детской и подростковой преступности ведётся в регионе активно. Большое внимание уделяется выявлению проблем на ранних стадиях. С этой целью контролирующие службы проводят мониторинг условий проживания несовершеннолетних. Принимают меры по профилактике подросткового пьянства и наркомании. Проверяют занятость детей во внеурочное время. За 12 месяцев 2018 года сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних раскрыто 69 преступлений, составлено 1127 протоколов об административных правонарушениях. На профилактических учётах территориальных органов по различным основаниям на конец года состояло 188 несовершеннолетних и 227 родителей или законных представителей. За 12 месяцев 2018 года территориальные органы по различным основаниям доставлены на 565 несовершеннолетних. В 2018 году в детском доме стояло на учёте по делам несовершеннолетних 9 воспитанников из детского дома. На сегодняшний день их осталось 4. То есть мы стараемся детей главным образом завлечь, увлечь всеми любыми способами и дать им интересные какие-то организованные мероприятия, чтобы им было приятно и комфортно заниматься. На этой неделе медики отмечают Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Заболевания сердца и сосудов – самые распространённые сейчас недуги на планете и самые опасные. Именно они уверенно держат печальное первенство по летальным исходам. При этом минимум половина людей, страдающих болезнями сердца, до поры до времени не обращает внимания на их грозные симптомы и, соответственно, не принимает мер по их профилактике и лечению. На что стоит обратить внимание, если вам не безразличено собственное здоровье? Узнаем мы сюжетом. Отдышка, головокружение, отечность суставов, боли или неприятные ощущения в области груди, а порой и обмороки. Эти симптомы являются первыми признаками развития сердечно-сосудистых заболеваний, а значит, поводом посетить кардиолога. И возникнут они могут в любом возрасте. По статистике, болезни сердечно-сосудистой системы занимают первое место по распространению и количеству летальных исходов. Причин у этой патологии много, поэтому медики настоятельно рекомендуют внимательно относиться к своему здоровью и при появлении тревожных симптомов немедленно обращаться в поликлинику. Многие, не зная первых симптомов острого инфаркта, начинают обращаться во все, как говорится, лечебные учреждения, а то и не обращаются, считая, что это у них ОРЗ или острый бронхит, ну, все что угодно. Не думая о том, что это могут быть первыми признаками острого коронарного синдрома, то есть нестабильность инокардии или же инфаркта миокарда. На сегодняшний день поликлиника Черкеска располагает широкими возможностями для выявления сердечно-сосудистых заболеваний. К примеру, электрокардиограмма может рассказать врачам о наличии в работе сердца различных дефектов – от аритмии до инфаркта. А чтобы заглянуть в сердце поглубже, медики используют УЗИ, которое считается одним из основных и наиболее точных методов обследования, способно определить самую сложную патологию даже наличие мелких рубцов или тромбов. Еще на помощь врачам приходит аппарат суточного мониторинга – артериального давления, с помощью которого фиксируются малейшие колебания давления. Полученные результаты позволяют точно поставить диагноз и подобрать оптимальную схему лечения. Очень важные методы исследования, потому что там устанавливается, следим за степенью ночного снижения артериального давления. Если пациенты днем сами могут себе измерять, то этот аппарат важен измерять ночью через каждый час, а днем через каждые полчаса. Степень ночного снижения артериального давления – эти данные даем. Степень увеличенного утреннего подъема артериального давления – по этим данным наши доктора судят. И для лечения важно это очень. Если пациенту поставлен диагноз, он должен обязательно находиться на диспансерном учете у кардиолога и как минимум раз в полгода приходить к нему для коррекции терапии. Капельницы, медикаментозная терапия в таблетированном виде, плюс массажи можем давать, направлять. У нас есть еще и отделение восстановительного лечения, как мы говорим, отделение медицинской реабилитации. Направляются на физиотерапию. Ну а пациенты с запущенными или тяжелыми случаями проходят лечение в региональном сосудистом центре, где с помощью высокотехнологичного оборудования медики проводят сложнейшие оперативные вмешательства, которые позволяют продлить жизнь человеку. Дарья Назарова, Олег Молхожев, Архиз24. А теперь перейдем к другим новостям. В Сочи сегодня начал работу медиафорум независимых региональных и местных средств массовой информации. «Правда и справедливость» организована Пчероссийским народным фронтом. Его участниками стало более 500 человек со всей страны. Лауреаты конкурсов журналистских работ «Правда и справедливость» и «Аэропортам имена великих соотечественников» журналисты, блогеры, главные редакторы, руководители федеральных СМИ. Сегодня прошла церемония открытия медиафорума, а также начала свою работу выставка, посвященная проектам Народного фронта. В числе лауреатов журналистского конкурса ОНФ корреспондент службы информации нашего телеканала Каплан Барлаков. В эти минуты он находится в Сочи. Напомним, что за время существования этого медиафорума наши журналисты уже 10 раз становились его лауреатами. В Карачао-Черкесском госуниверситете прошла презентация книги «Горец из Тиберды». А в ней глазами одного из наших земляков отражены исторические события, происходившие в Советском Союзе в середине 20 века. Великая Отечественная война, депортация Карачаевса в Среднюю Азию, послевоенная жизнь и многое другое. Все это можно узнать, открыв и прочитав мемуары ветерана Великой Отечественной войны Мухтара Байчорова. С книгой познакомилась и моя коллега Алина Баташева. Книга «Горец из Тиберды» для ветерана Великой Отечественной войны Мухтара Байчорова была трудом и смыслом всей его жизни. Но, к сожалению, при жизни автора рукопись так и не увидела свет. Но дело Мухтара Эльмурзаевича завершила его сестра Баблина. Написала вступительное слово, вставила выдержки из личной переписки, подобрала фотографии разных лет, иллюстрирующие жизнь большой семьи Байчоровых. И вот, наконец, книга представлена широкой публике. Говоря о создании книги, я когда прочитала его письмо, что он начал писать мемуары, и там в скобках написал «Если выйдет». Вот это, можно сказать, его мечта. И она меня вела долго-долго. В 1997 году, когда мы поехали на похороны в Белоруссию, мы привезли его рукопись. Дрожащим голосом сестра рассказывает о брате. После войны Мухтар разыскал свою семью в Казахстане и перевез в Киргизию, в рабочий поселок при сахарном заводе. Условия жизни там были гораздо лучше. Долгое время в депортации и многие годы после возвращения на Кавказ он продолжал поддерживать семью. Очень красноречиво об этом говорят письма Мухтару от его отца. Мухтар, то, что ты сделал для нас, для родителей, мы никогда не забудем. Аллах, Дунут Масан, приехал в такую даль, разыскал, перевез нас своим близким. Желаю счастья, желаю, чтобы и твои дети были такими же к тебе, как ты, для нас. Сыновья Мухтара Абайчурова приехали в Карачайск из Белоруссии. Старший Александр – философ и политолог. Свою дипломатическую карьеру начал в МИДе Белоруссии. Затем работал в составе комиссии ОБСЕ, был главой политического отдела посольства в Китае. В своей работе братья Байчуровы следуют заветам своего отца. А воспитывал он нас, не важно, что ты делаешь, важно, как ты относишься к тому, что ты делаешь. Вот он относился к тому, что он делал, с полной самоотдачей. Если он был командиром полка, то мы его не видели, пока он был командиром полка. То есть он был в лагерях, в домах, на стрельбищах, на каких-то учениях. А вот как вспоминает своего отца младший сын, доктор биологических наук, член Белорусской академии наук. Что-то добавлять к тому, что написано в книге, и о чем уже тут сказали, наверное, и не очень-то нужно. Но, понимаете, когда вот это все сидел и слушал, ну вот только что я плакать, наверное, не заплачу. И это все о моем отце, а я его сын. Понимаете, как это... Какая гордость за этого человека берет. Главный хранитель традиций семьи Байчуровых теперь Баблина Эльмурзаевна. Она же составитель генеалогического древа всего рода. Продолжатель семейной летописи, начатой в книге Мухтара Эльмурзаевича. Алина Баташева, Радамир Князев, Архыз-24. Такими, на наш взгляд, были основные события дня. Напоминаем все новости республики на сайте Республиканского информационного агентства Корчава-Черкесия и на нашем канале Архыз-24. Номер телефона редакции 23 89 40 и код города 8 782. Всего доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова